всем большой привет добро пожаловать на мой канал меня зовут аня и в этом видео у нас распаковка фаберлик вот такая вот малюсенькая совсем коробочка пришла ко мне если честно я не удержалась у меня та была распаковка очень большая первая кто не видел ссылку оставлю под видео там огромная коробка была на 80 чем-то баллов и оставалось не до 100 баллов набрать буквально немного и я в принципе решила это сделать и взяла себе те продукты которые хотела попробовать из новинок и соответственно старинки которые давно пользуюсь и очень нравится давайте начнем со со старинок что я взяла была очень хорошая акция на эксперт это синенький крем первая ступень восстановления он в принципе я его еще не пробовала единственное сейчас секунду у меня дети что-то разбудились угомонила немного вот такой вот крем здесь очень классные упаковки я такие люблю дарить на подарки я уже дарила кстати себе тоже взяла такой же крем и решила взять для глаз чтобы были в комп в комплекте слышала отзывы как не очень хорошие также и очень хорошие кто-то говорит что эффекта вообще нет тоже точнее как эффекта нет очень похож с кремом с основным для лица но я все-таки решила попробовать уже по своим ощущениям уже определить одно и то же это или все-таки нет посмотрела состав в принципе в составе здесь вода глицерин и зоду в общем скажу по-русски потому что прочитать очень сложно на третьем месте находится силикон этот крем больше наверное подойдет скорее всего тем людям у кого все таки есть какие-то морщинки на глазах так как именно этот силикон он заполняет немножко морщины и визуально их становится менее заметно если морщинки еле заметны то их вообще практически будет не видно если они глубокие он их сделать менее глубокими но этот крем работает точнее этот силикон работает до того пока вы не умылись вы умылись у вас все ваши морщинки они обратно немножко вылезают и поэтому даже если на постоянной основе пользоваться оно эффекта не даст что он их уберет морщинки потому что он не борется с ними он всего лишь визуально заполняет чтобы их не было заметно но в принципе для тех людей кто пользуется косметикой активно консилерами и всем остальным визуально хотя бы будет видно и в принципе немножко не будет видно этих морщинок так как есть девочки кто достаточно такого молодого возраста но уже есть морщинки под глазами либо генетически либо какие-то свои проблемы и в принципе им хотя бы даже на день на кой там да убрать их в принципе это нормально вот поэтому ничего плохого в этом вообще не вижу и в принципе сама бы пользуюсь у меня вроде бы как я на себя смотрю еще не вижу таких морщинок но просто люблю увлажнять кожу под глазами ну и вообще люблю косметику люблю и пользоваться так и из этой же серии я заказала себе сыворотку она да она называется сыворотка для лица увлажняющая но я бы сказала что это больше наверное тоник если можно сравнять то это тоник она очень жиденькая она на лице тоже в принципе как водичка себя ведет очень ее наносишь она очень быстро впитывается в кожу люблю использовать весной летом я уже закончила такую бутылочку это вторая бутылочка хватает надолго так как здесь очень мелко дисперсный распылитель он очень мелко распыляет поэтому хватает надолго и в принципе я очень довольна что я купила именно такую и цена 399 рублей это совсем недорого почему сейчас объясню потому что здесь состав очень хороший здесь на втором месте находится пантенол но знаю что бывают такие случаи что есть у людей аллергия на пантенол у меня аллергии на пантенол нету я уже во многих косметиках косметических продуктов пробовала и в принципе у меня ничего такого не вызвало потом здесь гиалуроновая кислота все знаем как работает гиалуроновая кислота создает пленку увлажняет кожу и здесь еще находится аргинин аргинин он борется с пигментацией то есть борется он с пигментацией и вообще очень хорошо влияет на нашу кожу потом здесь находится лимонная кислота и также записано натрий аскорбил это практически они работают практически одинаково они оба на пигментацию устранены также в принципе как и аргинин но аргинин помимо пигментации он еще тоже немножко восстанавливает кожу после увлажняет лимонная кислота восстанавливает очень хорошо ph кожи так как она эта кислота она же все равно этот вот поэтому состав просто потрясающе а дальше в принципе даже разбирать смысла нету потому что здесь уже пошли консерванты эмульгаторы и так далее арома здесь есть отдушка но в принципе плохого я ничего не увидела вообще в этом составе и он мне очень понравился он мне очень подошел для сухой кожи на лето бы наверное рекомендовала я кстати пользовалась летом если кто-то боится лимонной кислоты это практически то же самое что витамин c да вот поэтому пользовалась у меня не усугубила пигментация но я всегда пользовалась во-первых в вечернее время обязательно если я наносила на дневное время то в дневное время я использовала обязательно спф 50 тоже кстати от фаберлик кремушек был мне кстати он очень понравился поэтому если думаете покупать себе на лето крем из спф то я бы советовала вам у фаберлик я им пользовалась на протяжении я и на юг с собой брала он кстати очень классно защитил то есть он мне не дал до солнышку сильно мне не было ни ожогов ничего и мне очень понравилось что мне не было высыпаний от слова совсем с этим кремом обычно у меня начинаются в испании были какие-то да единичные высыпания обычные так скажем для меня для всей жизни но не было наоборот ухудшения этих высыпаний именно от этого крема потому что некоторые защитные крема наоборот ухудшают это все и поэтому я очень довольна и в этом году обязательно буду повторять именно линейку от фаберлик еще там классный крем с алоэ он немножко и охлаждает и восстанавливает после загара кожу поэтому тоже всем советую но об этом мы поговорим ближе к лету и я покажу обязательно вам это средство особенно в своих покупочках штуки в две-три наверно точно буду брать вот поэтому если нравится эта сыворотка напишите пожалуйста в комментариях кто пользуется очень интересно узнать ваши отзывы ну соответственно надо все равно смотреть по типу кожи у меня кожа комбинирована поэтому для меня это сыворотка это просто находка потому что она очень легкая она не жирнит мне лицо она просто как-то впиталась как будто бы ты просто умылся и при этом у тебя кожа осталась в хорошем увлажненном состоянии для меня вот это вот вообще супер классно и следующее что я купила по одному продукту давайте буду показывать это шампунь для кудрявых и волнистых волос у меня волосы вообще по природе они у меня немножко волнистые если я их не сушу феном я сушу их на расческе феном постоянно потому что если я не высушу свои волосы у меня у кожи головы вот здесь вот влага даже если я вечером помыла легла спать утром просыпаюсь у меня здесь все влажно это не очень хорошо для не очень я сушу волосы феном средней такой температурой и они у меня вот в принципе такие прямые еще люблю использовать такие более утяжеляющие бальзам маски для волос чтобы мне волосы казались такими прямыми и решила попробовать думаю ну может крутой такой завиток получится поэтому решила потратиться заказала шампунь здесь написан способ применения состав все в принципе есть 250 миллилитров вот такой вот дозатор кстати упаковки смотрится вообще классно супер розово я вообще обожаю розовый цвет жвачкой пахнет орбит по моему да какой-то сладкий с ягодками наверно какой-то что-то вот такое вот это на мой нюх в общем вот так вот выглядит цену я сейчас вам скажу так шампунь 299 рублей по ценам каталога и так увлажняющая сыворотка 399 рублей по ценам каталога и омолаживающий крем тоже 399 рублей так дальше у нас идет бальзам я взяла весь набор здесь 150 миллилитров бальзам кстати был дороговато если я не помню до 303 рубля ой 379 рублей да по ценам каталога 379 рублей это в принципе для 150 миллилитров должен быть супер классный бальзам на упаковка просто классная я наверное только из-за упаковки мне больше нравится артикулы кстати забыла да я вам экспертов тоже не сказала видео сейчас затянется у нас так сыворотка 29 96 крем 29 86 принципе можете написать в комментариях я вам там обязательно отвечу я всегда отвечаю потому что у меня их совсем мало мало почему-то людей пишут но ничего страшного вот так бальзам 0 9 97 и я думаю мы вместе с вами протестируем помоем голову и попробуем сделать кудряшки посмотрим вообще что получится а по крайней мере я планирую вместе с вами это сделать чтобы наглядно посмотреть и взяла дальше 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 гель для усиления завитка вот так вот он выглядит он сколько здесь 75 миллилитров как кремушек такой посмотрим у меня есть от faberlic какой-то тоже гель для кудрявых волос или для придания вот из черной такой линейки эксперт наверно вообще не понравился вообще никак я даже просто завивала волосы с ним делала волосы думала может завиток будет держаться круче но какие-то получились жестковатые что ли волосы мне не очень понравилось вот в общем вот такие вот три средства которые будем тестировать и из вещей что я себе взяла это джинсы я не знаю распродажа бывает и вроде как распродажа джинсы обошлись мне 1199 если я не ошибаюсь я взяла изначально два размера 42 44 вот так вот они выглядят сейчас вы можете посмотреть их на мне производство конечно же китай здесь такая довольно таки высокая в принципе талия джинсы неплохого качества прям хорошая но в принципе написано что они будут окрашиваться могут окрашивать другие вещи даже если вы где-то сидите кресла в автомобиле еще где-то будут окрашиваться они очень так обтягивают кожу кожу тело они тело обтягивают я люблю такие джинсы я знаю что сейчас в моде более такие широкие джинсы но мне нравится именно в обтяжку я до сих пор как-то ношу и в принципе мне нравится здесь немножко ниточки конечно торчат немножко есть по протертостями я думаю что это так и задумано написано кстати постирать рекомендуемая стирка 30 градусов но я обычно стираю 40 градусов или 60 у меня 30 20 есть кстати на стиральной машине но 20 я как-то не пробовала стирать мне кажется это совсем слабенько будет но не знаю посмотрим в принципе поносим посмотрим цена 1199 это вообще недорого мне еще понравились немножко другие там джинсы у них цена была 1399 могу ошибаться вот и я хотела их тоже заказать но я думаю я их закажу если мне эти не понравятся но мне в принципе эти очень понравились и качество понравилось но нужно опять же смотреть внимательно все и здесь в некоторых местах есть прям шов неровный где-то ниточки торчат но за 1100 рублей в принципе это можно потерпеть ну точнее 1200 рублей вот заказывала я сразу же два размера чего и вам советую 42 44 потому что мне кажется в каждой марке в каждом в каждой одежде да тем более шьет китай может быть 42 как быть наоборот 40 каким-нибудь да что вы в него не влезете а может быть и наоборот большим вот поэтому я взяла два размера посмотрела и все-таки остановилась на 42 но думаю 44 вдруг поправлюсь хотя вроде не собиралась думаю наоборот вроде худеть надо вот так что в принципе я довольна на этом мое видео подошло к концу всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем пока